Димас, просыпайся, нам нужно кое-куда сходить. Илья, подожди, объясни, куда ты меня ведёшь? Может быть, ты всё-таки скажешь, куда мы идём? Мы уже прибежали? Или нам ещё долго бежать? Я не знаю, куда ты всё это время меня ведёшь, но я требую объяснений. Ты бы знал, что тут происходило, пока ты спал. Эти кланы, они никому покоя не давали со своими машинами. Подожди, о каких машинах идёт речь? Ты вообще знаешь, где ты находишься? Ну, конечно, знаю, ты меня привёл в какой-то маленький домик возле речки. Какой маленький домик? Ты о чём? Илья, хватит меня разыгрывать. Я видел, куда мы заходили. Я тебя не разыгрываю, ладно, я тебе всё сейчас докажу. Не понял, мы же только что были у речки. Кажется, я знаю, что с тобой. Ты до сих пор не можешь выбраться с того странного острова. Кажется, я начинаю что-то вспоминать. Ты готов? Прыгай! За мной! Остров чудес! Присаживайтесь поудобнее и не забывайте ставить лайки. Вас ждёт очень долгая история. Помогите Демасу, пожалуйста. Соберите 200 тысяч лайков. И тогда он избавится от проклятия острова и сделает ещё одну двухчасовую историю. А все эти странные проявления начались с того, что я зашёл на сервер, где выживали какие-то огромные кланы. И немного побегав по карте, я замечаю несколько островов. Нифига. Остров моей мечты. Мне нужен только ты. И стоило мне пройти буквально 100 метров, я увидел деревянный забор, который охватывает полностью остров. Оу-ля-ля, там остров застроен. Я смогу там где-то построиться? Уже в этот момент я понимал, что выживание будет очень интересным. Но для начала мне нужно было придумать, как мне проникнуть через этот забор. Доплыв туда и скрафтил план постройки, я начал действовать. Найти лазейку, как туда попасть, не составило и труда. Изи. Брёвнышко. Сюда. Сюда. Бимс. Я всё-таки смог проникнуть на этот остров. А самое главное и необычное на нём – это школа. Но не простая. А та самая онлайн-школа Skill Factory, где есть отличный курс FullStack разработчика на Python, на который я, конечно же, забежал. Я восхищён тем, что всего за 14 месяцев можно с нуля получить профессию айтишника из любой точки мира. А фишка этого курса в том, что за время обучения изучаются сразу два языка, на которых можно делать сайты Python и JavaScript. Благодаря чему, закончив обучение, вы станете мастером на все руки. Плюс ко всему на курсе «Гибкий график обучения». Большое количество практики на реальных кейсах для закрепления материала. И менторы, которые смогут помочь в возникающих вопросах. К концу обучения у вас уже будет лежать 10 проектов портфолио и диплома профессиональной переподготовки. Без работы вы тоже не останетесь. Карьерный центр поможет с трудоустройством как в России, так и за рубежом. А средняя зарплата специалиста – 140 тысяч рублей. Ну а если вы вдруг не устроитесь на работу по окончании курса, то школа вернёт вам деньги за обучение. Это очень круто. Отзывы на независимых площадках только подкрепляют мои слова. Так что если вы желаете делать крутые штуки, отлично зарабатывать и просто получать удовольствие от своего дела, то отправляйте заявку вместе со мной по ссылке в описании. Введите промокод «Остров» и получайте максимальную скидку в 45% и поторопитесь. Действие промокода ограничено. Меня интересовал каждый дюйм этого острова. Потому что если такую громадину застроили, это означало, что здесь живут очень много игроков. Первым делом я, естественно, отправился обследовать пещерку. Да уж, ну тут, конечно, жирная пещерка. Мало того, что она была полностью застроена в МВК, это был ещё и бункер. И судя по тому, что он был открыт, владелец дома где-то бегал на острове. Есть вероятность, что этот кто-то сейчас бегает здесь в онлайне. Надо вернуться сюда чуть попозже. Тканей на этом острове, я так полагаю, вообще нет. И стоило мне зайти за горку, я вижу плавящуюся печку. И множество различных домиков. И все они были в онлайне. Мне оставалось понять, кто здесь обитает. Что? Чего? Не знаю, как вы, но такую лесенку я вижу впервые. Вопрос на миллион, как они это сделали? Я вижу там турель. Ммм. Увидев за забором большую печку, я нашёл лазейку, как я мог бы туда забраться. Но для этого мне пришлось знатно попотеть. Поверьте мне, запрыгнуть было сюда очень сложно. Да ёлки-палки, у меня же почти получалось. Найс. К сожалению, в печках было пусто. Но у меня оставалась надежда, что выйдет хозяин территории и принесёт мне какой-нибудь лут. И сидел я здесь около 10 минут. И хозяин этой базы так и не появился. Выбраться отсюда я не мог, потому что у меня просто не было дерева. И когда я услышал, что возле меня бегает какой-то бомжик, я понял, что он может мне помочь. Он согласился мне помочь. Но наши разговоры услышали хозяева этой территории. Чш, кара не приходит. Нет, нет. Пойди. Я пойду к тебе, мой друг. Да уж, выжить у меня не получилось. Зато я узнал, кто обитает на этом острове. И что ребята эти были очень сильно заряжены. Сразу для себя я сделал вывод, что хочу поселиться возле этого острова. На том острове мне нужен спальник. Мне нужна ткань. Что-нибудь на ткань. Так как переработчика на острове не было и идти туда с пустыми руками было просто самоубийством, я принялся фармить бочки, чтобы потом переработать их на маяке. Ммм, у меня есть идея. Отличная идея. В какой-то миг в моей голове, как я уже и говорил ранее, появилась отличная идейка. Но для этого мне нужно было надыбать немножечко скрапа. План такой. Вначале я должен построить домик возле фишинг-вилледжа, нафармить немного скрапа, поставить первый верстак и отправиться снова на этот остров. Но уже с помпом, который я достану из-под воды. План был хорош. Вот у меня уже появилось то скрапа. Я бегу по болотам, вижу какую-то огромную базу и наступаю на капкан. Тут капкан. Хорошо, что это была темная ночь и никто меня так и не полутал. Добежав до деревни рыбаков, я сразу же принял задание. И отправился лутать подводные ящики. Сейчас изи выполним квест. Все шло как по маслу. Но я представить себе не мог, что возле этого корабля плавает акула. Нет! Нет! Я не знаю, что она от меня хотела. Она плавала за мной по пятам. Но мне все же удалось от нее удрать. Так, эта миссия выполнена. Сачель. После подводного лутания у меня появилось слишком много компонентов. Мне нужно было их сейвить. Да уж. Пожалуй, это был мой самый незаметный ящик, который я когда-либо устанавливал. Ха-ха-ха! А тут, в принципе, как назло, дерева и нет. Понял. И как обычно, я выбираю самое лучшее место, где просто не спавнится дерево. Но кое-как я все-таки умудрился нафармить достаточное количество. Я бежал в сторону острова. По пути я встречаю какого-то челика, который сидит на крыше. Конечно же, я подумал, что это фармила. И решил его зафармить. Интересно, это этот тип с капканами был? В какой-то момент я замечаю то, что он устанавливает дверь и ходовый замок. У меня был шанс забрать ее себе и закрыть его внутри. Но я самую малость не успеваю это сделать. Понимая, что я никакой выгоды не получу, убив его, я принимаю решение его поднять и просто оставить его в покое. Пускай этот паренек живет и развивается дальше. А у меня были другие планы. После всего этого я добегаю до рыбацкой деревни и получаю свой заветный помп. Но в этот момент я даже и не представлял, как же сильно он меня выручит. Вот я уже отправляюсь на то самое место, где хотел отстроить дом. У меня есть все. Первоначальное оружие, дерево, фон постройки и два антирадчика, которые пытаются меня убить. Но в планах отдавать им дерево, которое я так долго искал, у меня не было. Мне пришлось дать им бой. Ё-моё! Я не знаю, кто это такие. Но мне кажется, я знаю, откуда они пойдут. И откуда они в эту сторону сейчас придут? Да, моё выживание началось таким странным образом. Мне удалось раздобыть две берданки, взрывчатку и всё, что мне нужно было для прекрасного старта. Наконец, я практически добежал до того места, где хотел построиться. С моего дома открывался прекрасный вид на этот чудо-остров. Но он сейчас меня волновал в последнюю очередь. Я боялся, что те два челика найдут, где я строюсь и заберут все ресурсики себе. Мне нужно было как можно скорее заканчивать строительство. Вот это жёстко было. Я сейвлю абсолютно всё, что я навыбивал и отправляюсь лутать свой ящик, спрятанный в кустах. Мне кажется, я знаю, откуда эти типы шли. Тут вариантов на самом деле немного. Бэмс. Уходим. Вход в мой дом был просто прекрасен. Вы должны на это посмотреть. Блин, фиг запрыгнешь теперь туда. Да. Иногда приходилось химичить. Блин, пойти на перераб что ли, сходить разочек. Мне сейчас столько понадобится всего. И только я собираю компоненты, чтобы сходить на перераб, я слышу взрывы. Опа, опа, опа. Это мои клиенты рейдят что ли? А так как я хорошо исследовал эту местность, я уже знал, что они рейдят. Это походу рейдят того челика, которого я поднял. Сто процентов его рейдят. Надо спасать его. Опа, опа. Их там тро, что ли? Серьезно? Скажу вам, по секрету, у капканов возле этого болота было полным-полно. И поверьте мне, на них наступал не только я. Он на капкан наступил? Моя теория подтвердилась. Рейдили все-таки этого паренька. Я пытался с ним поговорить, но он мне не отвечал. Судя по всему, его не было дома. He raided you? Блин, а у меня есть чем его дорейдить. У меня появилась еще одна идея. Я знал, что те ребята во что бы то ни стало дорейдят его домик. Тогда я хватаю свою взрывчатку, которая у меня была, и иду взрывать дверь. Мне нужен был его шкаф, чтобы восстановить эту крепость. Офигеть, он ливнул. Ну, будем честны, если бы не я, то его бы кто-то другой зарейдил. Поэтому я знаю, что можно сделать. Сейчас я поставлю две двери и два кодовых замка. Я специально не добивал этого паренька. Поставил металлические двери и кодовые замки. Я надеялся, что он зайдет в онлайн, и я скажу ему пароль. Тем же временем на звуки взрывов приехали ребята на машинах с острова. Я не знал, что они хотели от того домика, но я пытался защитить его всеми силами. О, там враг пришел еще один, третий. На тачке приехали. Кажется, тут будет жесткая заруба. Их приехало на это заставка. Замес слишком много. Я не знал, что с ними делать. Поэтому просто пытался за ними проследить в надежде, что кто-то из них отстанет. Но такого не произошло. А уехали они, как вы понимаете, на тот самый остров. Я не знал, зачем они сюда приезжали. Но почему-то я думал, что они захотят меня зарейдить. Мне нужно было улучшать мои домики. И все потеряно. Кажется, меня сейчас будут рейдить. На этот раз мне повезло. Они просто сделали круг и уехали обратно на свой остров. Но я все же решил потратить весь скраб, который у меня был на изучение. Блин, может молотовый изучить? До них далеко эти. Дерево мне надо. Оформить мне, естественно, нечем. Но ничего, я им устрою сладкую жизнь, как только у меня появится нормальное оружие, лестницы. И дом на их острове. Да, планы были грандиозные. Офигеть, тут 9 листовых металлов. Ну, можно пойти переработать. Корпуса на берду оставим. Верт сбивают. И надеюсь, его собьют в воде. Что-то его прям очень сильно сбивают. Его сбили. И он упал еще на воде. Я, конечно, попытался ёнькнуть вертолет. Но ящики упали к ним за забор. Сегодня они очень нагло пишут. А завтра я буду жить на их острове. И мы посмотрим, кто будет нагло писать в чат. Просто в чатике. Кто будет смеяться? Мы с ними поиграем еще. Наконец-то я добрался до маяка. И смог переработать все компонентики. Мне нужен был скраб и металл. Дома у них жирные. И они бегают у себя на территории без страха, что их кто-то убьет. Скоро у них появится страх. Кстати говоря, уже буквально через полчаса я научился запрыгивать в свой антирейдовый дом. Так, он спит. Окей. Что мы делаем? Мы делаем второй верстак. Там кто-то стреляет. В самом деле, Томпсон мне бы пригодился. Услышав звуки стрельбы, я выдвинулся прямиком за ними. Мне нужно было выбить как можно больше оружия, чтобы воевать с клановыми игроками, которые жили на острове. О, один с пэшкой. Пэшка, болт. Чего? Их уже не трое, их уже четверо. Я был как агент 007. Выходить напрямую лоб в лоб против троих игроков было очень опасно. Поэтому мне нужно было действовать максимально по тактике. Я старался ловить тех, кто отделялся от группы. Понятно, они шли за поездом. Вопросов не имею. Вопросов не имею. Нифига! Тут происходило что-то странное. В одном квадрате была война трех отрядов, которые просто друг друга попереубивали. А я добил остатки. И такой исход меня тоже устраивал. Ведь я выбил практически строчку пушек. А ведь если бы они нашли поезд, я бы их не догнал. Короче говоря, сегодня по ощущениям все карты были на моей стороне. Пока я сражался со всеми игроками, которые жили неподалеку, мой новый друг продолжал спать. И вы не подумайте, он не был бесполезным. Он служил мне идеальным ящиком. Лежачий ящик, сохрани, пожалуйста, пока я дерево в карману. Бензопила есть, нифига. Вот это пушка. Пять сачель еще? Также, пока у меня были молотовые, я решил повыжигать дома соседей. И тем самым заработать легкие ресурсы. Ух, сейчас будет окуп, я чувствую. Чувствую запах окупа. Бемс. Уф. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это окуп. К моему домику все чаще и чаще приезжали островитяне. И мне явно с этим нужно было что-то делать. Кажется, я умру. Я полностью убил двоих. У меня был шанс вернуться сюда снова. Кажется, они придут меня рейдить. Мне нужно что-то делать с домом. А не поддомом у меня. Уже сейчас было понятно, что мой домик точно кто-нибудь зарейдит. Либо это сделают островитяне, либо челики, которые жили у меня на болоте. И тогда в моей голове появился гениальный план. Я решил заслать им своего собственного агента, который фармил бы для них ресурсы и говорил мне инфу. Для этого я попросил зайти Рила в игру. Оставалось только реализовать эту схему. Но для начала, из этого домика мне нужно было перенести все ресурсы в другой. Жалко, что они узнали, где я живу. Очень жалко. Офигеть, у меня есть теперь болтовка Ситерикс! Сюда! Этот дом вообще нельзя палить сейчас. Когда я все засейвил, я был успокоен. Можно было приступать к той идее. Сейчас я должен максимально блефовать и показывать, что тот дом мой. Но этот дом мне надо улучшить, прежде чем это делать. Иначе меня тоже бахнут здесь. Пока Илюха заходил на сервер и пытался до меня добежать, я занимался фармом. Мне нужно было укрепить защиту своего основного домика. Ты строишь дом? Нет. Они рейд-кибитку строят или что? Да. Серьезно? Блиц. По-моему, он с той деревни. Наконец, у меня появился камень, и я полностью укрепил защиту своего домика в скале. И сейчас можно было действовать. Как только Илю зашел на сервер, я назвал ему координаты, где находится этот домик на болотах. И он начал свои грязные делишки. Привет, привет. Я не знаю, ресурсы какие-то подгонять. Я просто Кирочку только убил буквально. Ну, типа, ты мне можешь давать что-нибудь жалко. Ты сможешь мне ледоруб скрафтить, допустим, за это? Да, окей, я сейчас вынес. А не подходи, ты можешь сработать. Да, хорошо, я и не собирался. Слышишь? М? На болоте русские живут. Да? У денег. Ну, там наш что-то. Ну, сейчас он выйдет, мне ледоруб даст. Хайден! Ну, сейчас я тебе скажу, у меня хайден, по-любому. Спасибо, мужик, что он конкретно нужен? Давай тебе в зеленку. Ну, что, это тут лезвие надо было найти, что-то. Ну, нас хватает резок, нам вот как раз железобие у нас надо. Понял, а касательно острова вам они не угрожают? Острова, которые АА-5? Ну, АА-6. Да, да, да. Ну, как, мы пару раз с ними файтились, но именно с двумя тивами, друг, вся тима их не приходила. Посмотри. Так, где-то на 250, на 260 Типуля живет. Смотри, аккуратненько, он там уже заряженный, с АА-5 ходит. Там такой полубомжик. Можешь как бы построиться? Будем друг другу помогать, в принципе. Да уж, жаль, что эти ребята не знали, что Илюха мой агент. И вы не представляете, какая это имба, знать то, чем занимаются ваши противники. Ох, хорошо пошла. Ну, как-то мало хэпа. Кстати говоря, машинку островитян я полностью разбил и забрал оттуда топовые детальки. Ух, детальки топовые. Пока у меня была информация и я видел, где они находятся, я мог спокойно бегать по всем окрестностям и фармить камушки. Понимая, что никто в спину ко мне не зайдет. Время было уже позднее. Я собирался немного улучшить все мои домики и пойти отдыхать. По пути на фарме я встречаю какого-то бомжика, который пытается отстроить свой домик. Судя по его топовой постройке и безобидным глазам, он был человеком, обучающимся выживать. Он выглядит очень красиво, мой друг. С собой у меня был чуток камня, который я мог потратить на улучшение его крепости. Ну вы ж меня знаете, просто пройти мимо такого игрока я не мог. Я помог ему справиться с бытовыми проблемами и с чистой душой и спокойной совестью покинул его домик. На этот вечер у меня было еще очень много дел. Как минимум, мне нужно было улучшить свой домик в скале. Так, ну слышишь? Один на Y3, Y4, они из дома выбежали. Они приблизительно спластались сейчас. Один прямо на берегу практически. Понял. Подожди, а ты там прямо живешь? А, так слышу, один прямо на твоем доме находится сейчас. Он, вероятно, крадется. Вообще лучше из дома не выходи. Мне нельзя было палить этот домик в скале. Потому что эти ребята сверху должны были знать, что я живу именно в том домике, который они уже рейдили. Поэтому, благодаря информации Илюхи, я смог спокойно в сейве отстраивать свою крепость. И вот рук на маяке. Перерабатывается? Угу. Да. Это все звучало заманчиво. Я мог их без особого труда поймать с компонентами на маяке. Что? А что он тут в кустах сидел? Я не понял. С булавой в кустах нафиг. Все это выглядело примерно так. На моем втором мониторе был экран Илюхи. Где я видел полностью передвижение моих соседей. Они даже и не догадывались, что бомжары в их зеленке мой агент. Как-то раз я даже сказал Илюхе, чтобы он попробовал уговорить их на рейд моего домика. Так что, мне фармить сервер или не надо? Типа, мы сегодня не будем. Я просто даже не знаю, где его дом толком. Сегодня, скорее всего, нет, можешь себе попробовать. Ну, они, конечно же, ему вежливо отказали. Рейдить они в онлайне меня не собирались. В этот же день от Илюхи я получил информацию, что они идут отдыхать и зайдут только рано утром. У меня появилось время, чтобы переплавить свой метальчик. А так как у меня было мало печек и времени на это ушло бы многое, мне пришлось воспользоваться территорией клановых игроков, которые сладко спали. Дом-дыра, уникальная разработка. Да уж, знали бы вы, какие большие печки ускорили процесс переплавки металла. Это был просто кайф. Тем же временем, домик в скале я крепко укрепил. И перенес в него все основные ресурсики. И потратил скраб на изучение гаражки. Так закончился мой первый день выживания. Следующий день меня встретил двоякими новостями. Мой домик в скале был по-прежнему цел. И это были хорошие новости. А вот прежний домик все-таки зарейдили. Понял. Вопросов не имею. Зачем они ставили лестницу, если сюда можно просто запрыгнуть? Думаю, вы и сами догадываетесь, кто меня зарейдил. Но меня они пока что волновали в последнюю очередь. Я хотел разведать обстановку на острове. И в какой-то момент, пробегая по их мостику, я осознал простую истину. Я все это время придумывал, как попасть к ним за забор, когда можно было просто подойти к ним поближе, и индикатор сам откроет ворота. Серьезно? К ним даже перепрыгивать не надо? У них детектор стоит, который срабатывает даже на меня. К ним даже перепрыгивать не надо, получается. Они продолжали заниматься островом и вовсю активничали. Они чувствовали себя в безопасности. Я, наверное, не смогу отсюда убежать. Теперь я с Никки Геймер. Ха-ха-ха! Сейчас надо с Молл Стэшек спрятать. Там будем смотреть уже. Мне интересно, а бункер в пещере-то закрыли? Кто это? Эпик. Гаражка закрыта, значит, хозяин все-таки онлайнит. Или их бахнули вообще? Тут он бы как нет. И тут бахнули. Серьезно? Эта пещера настолько слабая была. Если я бахну здесь вот эту штуку, я смогу застроить пещеру. Эту. Забрать ее себе. А пещера это что? Правильно, это имба. Короче говоря, идеи у меня были грандиозные. Но сейчас у меня появилась другая проблема. Как мне выбраться из этой пещеры, когда меня полностью окружили? Клан Билдер, да. Это все-таки были они. Вы же помните, что на этом островке я припрятал свой Смолл Стэшек. У меня был шанс встретить их снова. Смолл Стэшек. Нифига. Нифига себе. Нифига себе. Сюда пулемет. Я под такой шикарный рассвет иду домой сэйвить пулеметик. Знаете, именно в этот момент я полностью обрел осознание того, что они совершенно никого не боятся на своем острове. Потому что если бы они боялись, они бы явно не бегали с пулеметом. Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Но мне, очевидно, нужны шприцы. Три стака патронов на пулик. Короче, я знаю, что мне нужно. Мне нужен домик на их острове. Вообще можно бахнуть у них пещеру. Но пещеру потом надо бахать. Ну тут очень много места, где можно построить дом. Hello, my sweetie. Hey. Hey, my friend. Как бы я ни пытался поговорить с жителем острова, он явно был настолько расстроен, что даже отвечать мне не стал. Но я появился на этом острове, чтобы найти место, где бы я построил свой антирейдовый домик. Ну тут можно прям вообще такой нифиговый дом построить. Мне вот интересно, ну ворота же это по-любому не их. Скорее всего это они рейдили пещеру. Тут коптер, тут тачки. Это их пещера. Походу. И чем больше я бегал по этому острову, тем больше находил интересных монументов, которые в теории можно было с легкостью зарейдить. Также я раскидывал у Смоустэши, куда я ныкал оружие, чтобы можно было в любой момент дать им отпор. Как вы знаете, у меня с деревом всегда были большие проблемы. Да и лучшего дровосека в этом вайпе со мной не было. Приходилось фармить все своими ручками. Хорошо, что у меня наконец-то появилась бензопила. И она экономила очень много времени. С каждой минутой ресурсов у меня становилось все больше и больше. Я готовился к тому, чтобы построить свой домик на их острове. И дабы особо не привлекать их внимание, я решил запрыгнуть на этот остров с другого конца территории, через пристройку. Бенз. И практически моментально я начинаю отстраивать свой домик в шикарном месте под деревом. Я был уверен, что сразу меня здесь не обнаружат. После всего этого я стал дозорным острова и следил за каждым малейшим движением. Бежал он в ту сторону. Возможно, он вернется оттуда. Но все равно он пойдет сюда. Блин, я не знаю, что теперь я здесь. Это проблемка. Но как бы часто я здесь не находился, меня очень сильно смущала эта лестница в облака. Согласитесь, выглядит она нереально клево. И смотря на нее, я представлял, как я заберусь к ним на территорию и разобью ее полностью. О, я бревно. Да, обычно такое говорят... Ну вы поняли. Следил я, значит, за ними и увидел лодку, которая двигалась прямиком в направлении моего домика. А у меня была болтовочка, которую я мог использовать. О, неразбираю. О, неразбираю. Это было. Блин, у тебя есть 100-молковых металлов? Я не имею в виду. Какой ты имел? Я все думал, чья это лодочная, думал, что это построились ребята, которые жили надо мной, но оказалось, что это были просто залетные ребятки. Ну добавь, раз соседи. Жизнь снизу карты их не устраивала. Их постоянно рейдили, и они решили переехать повыше, но я был даже такому рад. У меня наконец-то появились союзники. Спустя 5 минут я вернулся на этот остров, где вовсю бегали хозяева этой территории. Сюда. Ха-ха-ха! Обожал я этот остров! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Жесткая и непроходимая территория за всю историю растут. Оу-ля-ля! Турелей здесь нет, и вообще лута никакого нет. О-па! Короче говоря, ресурсы, судя по всему, после выхода они полностью убирают, так же как и турели. Но я попал сюда не зря. Я просто мечтал подняться по этой лестнице. Я со вчерашнего дня хотел сюда залезть. И вы посмотрите, какой же прекрасный вид отсюда открывался. Ну, остров у них, конечно, не очень сильный. Раз домик, два домик. И вон тот, походу, мейн. Я понял, что сюда я могу спокойно забраться и купить у них чай в магазине. Тем более, выбраться отсюда я мог проще простого. Просто прыгнуть в воду. Поэтому я сгонял домой и взял немного серки. Вернулся к ним, купил чай и отправился заниматься своими делами. Пока остров спал, я должен был расширить свою территорию. Летим домой. Фармить дерево. Много дерева. И из вышесказанного было понятно, куда я первым делом отправлюсь. Не так ли? Люблю дерево фармить. Очень я люблю фармить дерево. Кайф. Пофармил чуть-чуть чисто. Немножечко с чайным деревцем пофармил. Ха-ха-ха-ха. Как говорил мой брат, лучше зафармить один раз и много, чем немного фармить ну много. Игра слов. Ну кто понял, тот понял. Мои владения постепенно расширялись. Я даже добавил большую печку и построил НПЗшку. А было бы прикольно, если б можно было. Все, проблемы с металлом и проблемы с топливом закончены. Кайф. Остается пойти строить пещеру и ее застроить хорошенько. Планы у меня были грандиозные. Я даже занялся плотным фармом и нафармил побольше серки. В какой-то момент мы с соседями даже решили попытаться залутать карго. Справа, справа. Но оно уже было занято островитянами. И тогда я принимаю решение дождаться, когда же они приплывут со всеми компонентами. Перехватить их было проще простого. Тем более, я знал, куда принесет все ресурсы Хейден. И вот я уже на их острове стою и высматриваю, когда же они приплывут домой. И вдруг случается непоправимое. Меня выкидывает с сервера. В начале я подумал, что у меня всего лишь отключился интернет. Но, как оказалось после, меня просто забанили. Что?! Меня забанили?! В это время Рил был на сервере. И он услышал взрывы в стороне моего дома. Островитяне после того, как меня забанило, моментально начали рейдить мои домики. О, у них же тачка вонючая. Это их основа вот здесь слева, да? Наверно, да. Целых три часа я выяснял обстоятельства, за что я получил бан. И все это время мы пытались решить этот вопрос администраторами. Еее, бой! Меня разбанили! Меня разбанили! Можно дальше делать грязь на сервере. Ха-ха-ха! ЖЕЕСТЬ! Я просто три часа ждал! Но на этом все чудеса не закончились. Как только я зашел на сервер, я увидел то, что мой основной домик был зарейжен. Офигеть! Просто ливнул, и мой дом уже зарейжен. А у меня тут гаражка была открыта. У меня больше нет оружия. И мой домик на острове был тоже зарейжен. Но это был еще не конец. Это было только начало. У меня оставалась последняя надежда. Я хватаю одну из последних своих берданок и возвращаюсь к ним на остров. Я должен был восстановить справедливость. И тут сейчас начнется реально жесть. Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok Изи, сюда болт, наказаны У меня есть теперь болт, и я знаю, что я сделаю У меня осталась последняя надежда Хорошо, что этот дом у меня все-таки был Это их большая ошибка, то, что они подарили мне болт С 16x прицелом С чего начать? У меня ресурсов вообще нет И компонентов ничего нет Я не знаю, с чего мне теперь начинать опять Будучи бомжом, я должен был проделать снова этот путь Путь от нуля до короля Мне нужны были ресурсы Нужен был второй верстак И нужна была сера Так как сачельку я все-таки умудрился до этого изучить Расстраиваться было слишком рано У меня были грандиозные плены Тем же временем островитяне к нам частенько приходили И убивали моих соседей Хорошо, что зараженные дома они в принципе не застраивали Поэтому я смог восстановить большую печку Возле моего дома началось немыслимое Оказывается, мои соседи переносили куда-то ресурсы Они не хотели здесь жить после того, как меня выселили И тут их в воде убивают островитяне на переносе Пока мой сосед плавал за ластами, я вижу, как по мосту бежит и резко ныряет в воду чувак с острова Он явно хотел забрать ресурсы, которые выкинул А вслед за ним выбежало еще и два охранника, которые бежали по берегу Один снизу, быстрее, быстрее, быстрее Эй, еще мне скидывать нечего На берегу, да, один Ты убил кого-то? Да, одного убил, но я умру Я поплыл отсюда Одно хп я падаю Упал Сейчас вернусь сюда, я отхилюсь и вернусь На последних секундах я каким-то чудом успеваю забраться на бочке и захили со шприцами Игра как будто была на моей стороне Под водой я нашел еще какую-то тонну ресурсов МВК и различные компоненты Я понимал, что скоро он вернется сюда с гарпуном Мне нужно было отсюда как можно скорее уплывать Лодку угнали, да пофиг мне Да, каким-то мистическим образом мне удается от них сбежать и засейвить все, что я наворвал На этом островитяне сдаваться не собирались Они сели под дверью у моих соседей и начали их кошмарить И тогда я пришел к ним на помощь Фризи какой-то Они сейчас верт будут сбивать ГГ, он к ним на территорию упал Я понимал, что шансов отбить этот вертолет у меня мало Но все равно стоило попытаться После такого небольшого поражения Я понимаю, что мне срочно нужен домик на их острове Потому что первый мой домик не прожил и двух часов На этот раз скрывать его местоположение я не собирался Я отстроился впритык к ним Ну вот, сейчас я тут домик построю А там посмотрим Пускай приходят меня рейдить Домик стоял на самом верху горы То есть они бы его 100% заметили А в будущем я хотел провести умные турели Потом я даже попытался сжечь у них ворота Но пяти молотовых мне не хватило А мой агент продолжал наблюдать за болотными жителями Когда они только приходили на переработку Я сразу об этом знал Он опять на маяке Ооо, 400 скрапа сюда Естественно домик на острове я должен был сделать очень крепким Чтобы его не зарейдили за 4 ракеты Тем временем островитяне куда-то пропали Скорее всего они отошли от компьютеров Но они не знали, что будет, когда они вернутся Также я изучил всю электронику Тем же временем агент Рю продолжал втираться в доверие Моих соседей болотнуть И у него это получалось очень даже неплохо Они начали фармить вместе камушки Это ты сейчас бежишь в синем хазике под скалой? Я не знаю, мы сейчас на речке с ним Сейчас должны пересечься А, ну да, то походу ты Ну ладно, так уже и быть не буду вас убивать Спасибо, Илья Я продолжал копать серку Она была мне нужна для того, чтобы взорвать у них ферму Где смог бы получить чайные листья В зиме на меня постоянно кто-то нападал Но я умудрялся давать им отпор Ночь сменял а день, а день сменял ночь Я стоял все это время на крафте Очень было весело Сачельки я готовил на то, чтобы взорвать шкаф в пещере Но оказывается, пещера уже полностью сгнила И ресурсов в ней не было Скорее всего, сам остров намекал на то, что нам не стоит рейдить пещеру И позволил нам выбрать новую цель И тогда я понял, что хочу взорвать у них ферму И в один прекрасный момент, когда я очередной раз проходил эти ворота Хозяин территории меня спалил Хозяин, как... Что? Как ты делаешь это, мэн? Они не знали, что у них ворота открываются, слышишь? Аааа, кег Опа, у меня враг Я донесся челли Тут есть чел в антиразе Я видел, как он за мной шел Только я не вижу его Да это бред! Слышь? Что? Это бред! Он в антираде топал, ты слышал это? Да, я слышал, слышал Он топал в антираде, я его убил А он голый Короче говоря, здесь происходила какая-то мистика Я постоянно слышал шаги в антираде А убивая этих ребят, я его не находил Тем временем наступила ночь И это было самое подходящее время Чтобы начинать наши коварные делишки Он написал в чате, что Его не волнует, что тут происходит, типа И он не хочется настреляться, потому что он ест Ну вот сейчас он поест Когда мы ему ферму бахнем Ха-ха-ха! Смотри, их тут много Должно быть Я не знаю, по дверям пойдем Я думал по стенкам, но Там будет тачка в стенке Сачели у нас было не так много, как хотелось бы Но мы пошли делать all-in Мы рассчитывали в этой ферме найти чай на руду Так, а где он преимущественно? Он тут спаунится или нет? Я не знаю, рандом Понял Но стой, не в открытой местности, а вот возле пешки Да, 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 да Он заспанился тут Крыша Да она издевается или что? О, мужик Последняя Контрей аккуратно Он может справа и слева убить тебя Готов? Подходи Давай Убил? Хорош Ой-ой-ой Гантрапов нет Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, мужик Тут есть чай? Да Тут еще чай Стоп Мы можем добавить сюда нубы пароль на тачку Забирай все Я дерево стакаю И что пугаешь-то? Убил типа Относи, относи, относи Все, я побежал Могут типы быть Короче, нельзя дать, чтобы они застроились Болт Болта отстреливают Отнесешь? Конечно Давай, убегай Я тут пока крою Стоп Металл просто принеси сюда Изи Я в тачку сел Тачка пустая Беги-беги-беги Тебя сболтал могут убить Да-да-да Ау Внутрь забегай И там первый ящик летай А бегай, короче, через воду далеко Я контрю пока Что я делал тебе? Одна бобовка Металла Двадцать, на Давай Это десять бобовок почти выйдет О, отстрел проснулся Не, гг, тут еще гаражки Тут еще гаражки Это гг Можно попробовать потолки выбить Но это дерево нужно Чисто копия крафтить И дала У нас очень много дерева Он префом вышел Странный тип Хильсин Вижу его Он в окне стоит Голова ему Убил Голова ему На, держи, относи домой Пока Илюха бегал До домика За деревом Я должен был Защитить эти двери Мы хотели Пробурить у них потолки Убил одного Второго убил Хорош А потом начался Самый интересный контент Мы начали Доубить потолки Когда хозяева Бегали в онлайне И пытались нас убить Всем рекомендую Таким заниматься Во время рейда Я в тачку Со своим паролем Все скину Продолжение следует... Микки! Прийди! Эй, чувак! Эй! Что ты хочешь? Что я делаю тебе? Ты? Что я делаю тебе? Ты меня убил вчера, когда я убил! Нет! Да! Я знаю, это ты! Ты! Не я, мой друг! Не я, мой друг! Не я, мой друг! Ты лир! Ты и твои друзья! Ты, мой друг! Нет, у меня нет ничего сейчас! Слушайте, ты мне показал, что ты 50 раз лучше, чем я! Что ты хочешь? Я хочу твою землю! Твой друг Эпик! Рейдил мою базу вчера! Три... Два... Один! О, плантация! О! Буст! Блин, они пустые пока что! О! Чувак! Уф! 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 Надо свою ферму делать! Слышишь? У меня самые топовые клоны на синюю и желтую! ягоду может им все разбить еще здесь на ферме давай выходи погнали чаще стачки все заберу я бы у них еще все разбил здесь и люка меня уговаривал остановиться и просто уйти с этой фермы потому что мы уже все забрали но мой внутренний паразит говорю о другом я должен был разбить все что у них было как минимум я хотел у них взорвать машины чтобы на них они больше не приезжали и не кошмарили моих бедных соседей ну и прежде чем я добью эту машину вы должны пристегнуть ремни и обязательно присесть чтобы не упасть в обморок потому что такого поворота сюжета вы в своей жизни наверное никогда не видели да что уж говорить и я такого никогда не видел бен но это как стенку долбить готово Смотри, 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 что это такое? Что это такое? Бежим, 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 что это? Они сейвили ракеты, как я сейвил Я не верю Это постанова, мужик Что это, Илюха? Ты понимаешь, что можно было просто выйти и убежать дальше Вот почему они сейвили Ракеты в ящик сюда, в ящик на выход Что это, Илья, нафиг? Что я такого в жизни не видел? Я думал, там опять пусто будет, там говно будет Илья, что это? Идем дорейживать нафиг их базу Просто идем Идем дорейживать, чтоб они знали, что у нас ракеты теперь есть И вы просто вспомните слова того паренька, который приходил и говорил, что у него уже больше ничего нет А теперь мы нашли их ракеты и дальше рейдим их территорию Вы представляете, в каком они были шоке? Супер стакт Супер стакт Супер стакт Тут серая была Найс Тут дерево Тут серый миллиард нафиг Тут третий верс, тут еще миллиард серый Бери, беги, бери, беги Надо шкаф бакнуть И просто застроить обратно себе его Печку мы полностью застроили и поставили сюда свой шкаф Я до сих пор не верю в то, что случилось на этом острове Но это были действительно чудеса Вы просто посмотрите на количество ресурсов, которые у них лежало в одной печке И вспомните ракеты, которые мы достали с машины с помощью копий Я, честно, впервые за 18 тысяч часов такое встречаю Но забегая немного вперед, я хотел бы вам сказать, что это был далеко не конец Он заходит, смотрит, а там в тачке ракет нет! И вот мы уже спокойно забиваемся ресурсами Думая, что они ливнули с этого острова Но не тут-то было Они продолжали отбивать свою территорию до конца Я вижу его Меня контрят! А! Блин! Ой, кто двое, мужик! Я быстро появляюсь дома Хватаю первую попавшуюся берданку И бегу на камбэк Потому что там было очень много серы Одного убил Второго убил! Хорош! Изи-изи, мэн! Я нэйкед, экзактим, макбэк Ты где? Я бегу от своего дома У меня на кэдэ в пол там 350 секунд Я нашел пулек, я буду контрить Я хватаю пулемет И принимаю решение отбежать от этих тел подальше Чтобы законтрить их ворота Я должен был дождаться Илюху любой ценой И как вы думаете Что будет дальше? Мы отобьемся от них И спокойно убежим со всеми ресурсами Ха, вы бы знали Как вы сильно ошибаетесь Ничего так просто В моих роликах не бывает Когда они поняли Что все ракеты мы забрали И что они с нами не справляются Они вызывают огромный клан Который приходит сюда Всей своей пачкой Вижу врага Двое Я в говне, брат Тут семь человек, брат Семь? Чина бомбина Это кто такой вообще? Может они на помощь позвали, блин? Я не знаю Осознавая тот факт Что они скорее всего пришли рейдить Нашу кибитку с ракетами Я принимаю самое рисковое И гениальное решение Надо ракеты брать Уходить под воду Там есть путь отхода, нет? Тихо Как нам отсюда выйти? Будет рейдить, мне кажется Они же по стене стрельнули Да? Они по стенкам стреляют Хотя он показывает, что сейчас рейдить будет Как отсюда выйти? Патрон нема Тебе нужно выбегать голым просто И мы сейчас побежим отсюда У нас ракет нет То есть базуки нет Угу Они бегали вокруг нашего домика И мы не понимали, как мы отсюда убежим Но раст был на нашей стороне Начинало темнеть Они нашу печку рейдят? Походу Быстрей, быстрей, быстрей Наверх просто и... Есть берданка? Да, у меня Выбегай через эту дверь Боже Нет никого? Я не вижу Они рейдят печку вроде Один на входе На каком входе? На КПП Мы уходим просто Зачем ты в них стреляешь? Уходи, уходи, уходи Я ухожу с ракетами, с Сишками Давай, давай, давай Я сейчас Сишку, короче, вешаю на дверь На забор Добиваю ее и сваливаю Я пытаюсь свалить Я надеюсь, одной Сишки хватает Иначе ГГ Хватило одной Я ухожу Я ушел с ракетами Хорош Ну еще не до конца Рано радоваться Две строки ракет у меня И именно в тот момент Когда я уже переплывал эту речку Они начинают рейдить наши двери Но они не знали То, что ракеты все были у меня Ха-ха-ха И вы, наверное, и представить себе не можете Как же страшно было бегать С таким количеством ракет Но я был просто обязан их засейвить И как только я открываю дверь в свой домик Напряжение спадает Я понимаю, что мы смогли их переиграть По всем направлениям Я дома Я дома с ракетами Ха-ха-ха-ха Это был самый страшный перенос в моей жизни Потому что, ну, бежать далеко было Этим же временем Я скидываю все честно наворованные ракетки И возвращаюсь на остров Где как раз таки Они начинают рейд нашей кибитки Только не собака, пожалуйста У нас рейд Рейд is coming, да По дверям идут Ставь, 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 ставь стенки Ставь стенки Я ставлю, ставлю Слые? Я могу попробовать их с базуки бахнуть Только байте их, байте, байте Они рейдят, да? Ставь стенки Они восстановили дом Печку Они ничего не забрали Лол Я могу это подсейвить, весь лук Пробуй Я сиру спрятал Хорош Попробуй с пуликой их убить Но их там слишком много Там даже подойти сложно Да, я бы уже кота нырел У нас металл, да? Потолки Да, они рейдят Крестовину Не, их там прям вообще тьма Их там человек пять Я застраиваюсь Чувак Я троих убил Четверых Пятерых Пятерых Выходи Выходи, выходи из двери Выходи из двери Я закрыл гаражку Быстрее Помоги Держи Давай, давай, давай Есть хилки? Нет Давай Минус Там еще есть Я минус Их очень много Залез голый, голый Еще залез Залутанный Четверо наверху? Да Один спиной стоит Патронов нет на спас Я бы всех убил Держись на последнего Я где могу Ставлю стенки Пофиг Давай, давай Если у тебя в шкафу Есть чуть-чуть металла Ты можешь Залемать шкаф Наверху Он зарядил Он зарядил 30 хп, брат Давай Я застрою потолок Нас просто переполняли эмоции И на таком драйве Мы должны были вывозить этот остров Терять мне было нечего Поэтому я решил провернуть ровно то же самое В надежде, что кто-нибудь упадет вниз Но, к сожалению, моя идея не сработала И тогда я спавнюсь дома Хватаю спас И возвращаюсь на этот остров снова У меня было желание отстоять наш домик Я авторизовался в шкафу Хорош Они идут ко мне Блин, я убил троих опять Двоих точнее убил И там еще один остался Я нашел каваш Еще одного убил Еще убил Бро Я всех убил Я пойду пока дыру в заборе Еще одного убил У меня опять ракеты Уходи, просто уходи Умоляю Не могу Но уходить отсюда я явно не собирался У меня было желание засоявить все, что я с них выбил Снизу есть дерево, по-моему Посмотри Слышишь? Мы засоявили опять что? Да уж Такого напряжения Я давно не испытывал После того, как мы их полностью переиграли Островитяне начали бегать возле нашего дома И рассказывать какие-то истории До новых встреч Синсег Мэйф$%%%%% Оооо Синсег Синсег Ооо Синсег После чего наступает ночь и островитяне перестают бегать на этом острове. Они просто боятся выйти со своих территорий. Но у нас с Илюхой остаются ракеты после антирейда, которые мы решаемся потратить на гараж. Нам нужна была машинка. А так как в их гараже не было подъемника и машины были закрыты, нам нужно было отстроить собственный подъемник, чтобы снять с них кодовые замки. Ну а дальше нас ждало самое веселое занятие. Толкать тачки до подъемника. Поверьте мне, это не так просто, как кажется, потому что развернуть вы их просто не можете. Мы вначале дотолкали маленькую машинку, поменяли на ней пароли и маленькой машинкой уже попытались протолкать другую. Но, к сожалению, в этой игре это так не работает. Пришлось все делать своими ручками. Не, не работает. Ее только надо докатить туда, мне кажется. Она потом сама туда встанет. Ну да, да, да. Тоже факт. Изи. Ну знаете, что печальное? Что в этой машинке столько мы ракет не нашли. Пусто, конечно. Ну пойдет, короче. Сюда можно все накидать и уехать отсюда. У тебя стекло не черное? Нормально. А у меня черное. Я вижу. У меня просто стекло черное. Так, куда едем, брат? Ну, в нашу кибитку. Сейчас отсюда все заберем. Пока мы собирали все наши ресурсики, кто-то попытался угнать коптер с нашего гаража. А нам нужен был этот коптер. Я не хочу отдавать ему коптер. Мы оставляем здесь машинку, садимся на коптер и летим в сторону дома. Нам нужны были ракеты, чтобы закончить начатое и прорейдить все, что мы могли на этом острове. Аккуратно у наших может быть ПВО до этих пацанов. Но я не уверен. Свои, 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 свои. Ах да, перейдем немного к сути болотных жителей. В последний день они перестали нам мешать играть и вообще как-то активничать. Илюха мне рассказал то, что у них у каждого всего лишь по 100-150 часов. И их было всего лишь двое. Ну а вы же знаете меня. Я не из тех, кто будет обижать новичков. Но все же, эти ребята пока что не знали то, что я действовал с помощью агента. И то, что я тот самый таксист, которого они хотели зарейдить. Нас ожидало очень много работы. Первоначально мы слетали на аутпост и переработали все компоненты. Нам нужен был третий верстак. А еще мы отстроили новый просторный домик, где поместилось бы все. И печки, и чайные столики. Hello, hello. I don't kill you, brother. Hello, hello. Hello, I see you. What you doing here? А, здорово. Привет. Чой. Че тут делаешь? Здорово. Здорово, здорово. Метальчик плавишь? Мы тут как бы вдвоем тут задним компом сидим. Да, 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 метальчик. Да ладно, плавь, мы тебя не будем убивать. Если че, ты под защитой пока что. Спасибо. И именно в этот момент мы столкнулись с одной большой проблемой. У нас кончился уголь. Ну хорошо, что у Илюхи были друзья-соседи. Ну как, друзья? Ну вы поняли, да, про кого я? Алло, алло, как слышно? Да, мы тут еще поем. Сейчас, подожди, да, я разрежу. Заходи. По идее, вроде все отключено сейчас. Заходите. Че, нам тщательный столик не нужно? Ну вот сюда. Разговаривать с ними мне было нельзя. Они бы меня узнали по голосу. А пока мы придерживали своей легенде. Наконец, как у нас появился порох, мы начали крафтить Икспу. И тут приходят они. Мы слышим, как по домам у нас бегают минимум три человека. И все они в ботинках. Как распределять вот так? Блин, это походу не очень хорошие ребята с фонариками. Нас рейдят. Отойди, отойди, отойди. И тут во время очередного рейда во мне просыпается зверь. Я понимаю, что это было слишком глупо и рискованно, но я все-таки решил их выйти и убить. Я с тобой? Это есть Рессон? Нет. Кто это? Я не выйду. Толевые типа. Еще. Минус три. Хорош. Что, может выходить? Басе, мужик. Хлеб. Ого, они нам взрывчатки стак разрывных принесли. О, у него коллажба. еще разрывные, слышишь? Серьезно? Да. Давай мы макарду приместим себе, пожалуйста. мы сейчас тут докрафтим, нормально. Я сейчас просто отстрелку сделаю. В этом маленьком домике у нас лежали все ресурсы и ракеты. Я понял намек и решил все улучшить в металл и МВК. Есть вероятность, что не хватит металла нам. В конечном итоге у нас получилось чуть больше двух строк ракет. И я думаю, вы догадались, на какой домик мы их потратим. У нас тут открыто все было. Чувак, коптер. Да пофиг, а не. А, да, он же нам нужен. А, ГГ походу, коптер нашел. Да я вот себя там заговорил. Его подлечить бы. он фуловый. Не, нормал. Нифига себе, какие финты делаем. Скилловый, скилловый. В итоге мы понимаем, что они могут быть потенциально в онлайне. И дабы очередной раз себя не мучить, мы решаемся прорейдить деревянный забор. Бэм. Да они походу, по ощущениям, они уже все. Очень огорчены. Минус. А, одна слева. Одна справа. Слева в решетке. Я не уверен, что я попал. Она минус. Последняя турель. Тут есть нефть. Минус. Ну а в центровину бахаем. отойди. Ой, у них что-то рушится уже. Эй! Hands up! Where are you? Близко не подходи. Он спит тут в топ-сете. Давай туда бахаем. В МВК дверь. Ой-ой-ой, там нормас. Там, слушай, нормально справа. В ящике очень много. Нифига. Я горашку бахаю. Я вниз спущусь. Давай, давай. Хейден. Они все. ГГ. 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 Не понял. У тебя там фоу в ящике очень много. Уф. Уф. Нифига тут компания не деспавнили, мужик. Нее. Мы должны найти все у них. Тут сишки есть. Форох есть. Тут ящик серый. Тут просто, слышишь, хватай. хватай тачку, забиваем нафиг по фулу. Давай, 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 давай. Мне интересно, что там. Оооо. Смотри, верхний правый, верхний правый и верхний левый, чувак. Тут пулек даже есть. Мы расслабили булки и начали с кайфом переносить весь этот лук, который мы нашли. За 20 ракет, которые мы потратили, мы получили нереальный лук. Картохи, целый ящик. Увозим, увозим, увозим это все Хорошо, что у нас здесь была припаркована машинка В которую можно было очень много всего сложить Шкаф мы, кстати говоря, тоже бахнули Но там уже ничего ценного не было Основная лутовая была вскрыта Тут много ткани, но шкаф пуст Ломай шкаф О, МВКшечка подъехала Сладко И только мы собираемся перенести очередную порцию лута Как вдруг убивает Илюху Меня убили, я ему очень много надамажил Он внутри, на печке Он гранату кидает Да у головы ему Тачку взрывают Один минус Там еще один есть? Не знаю А у меня один стрелял Так, киянка МВК Он открывает двери Хеллоу Хеллоу Хеллоу, мэн Хеллоу, мэн Я беру АФК за 15 минут, и ты рейд Да, да, да Как ты, как ты, мой друг Я на АФК за 3 часа, и ты рейд Нет, нет, нет Ты был банд Нет, нет, ты был банд Ты был банд Ты был банд И потом вернулся Ези бейс Твоя бейс Твоя бейс Твоя бейс И ты не имеешь бейс Мы забрали большинство ценных для нас ресурсов Но застраивать и как-то руинить их базу мы не стали Мы дали им шанс на еще одно развитие Что? Что ты думаешь о этой файпе? У тебя большое испытание Что ты имеешь? Ты бьешь злого Когда я просто рыму на твоей стране Ты бьешь меня И я верю И Да, потому что ты в моей стране Я думаю что мы просто живы здесь И мы его добавили в команду Да, я думаю что он мой друг Мы с ним очень душевно поговорили друг с другом, и я понял, что в принципе он доброжелательный паренек, но подумаешь, он зарейдил всего лишь 5 моих домов. Ничего страшного, короче, мы оставили ему его домик. Правда, все основные ресурсы мы оттуда все-таки ёнькнули. Вы посмотрите на количество ресов, и это все самый официальный, который есть сервер. После чего с Илюхой мы подумали, что нам нужен отсюда выезд, поэтому разбили их ворота. И теперь мост для нас был всегда открыт. Проход открыт. Да, ну так быстро? Да. Ха-ха-ха! И вы не представляете, сколько нам нужно было вложить труда, чтобы все эти ресурсики перевезти домой. На протяжении часа мы занимались грузоперевозками. Нам нужно было докрафтить ракеты. Воду только не наед. Естественно, хранить такие ресурсики в доме было очень опасно, поэтому наш дом превратился в металлическую крепость. Также мы с Илюхой сбили вертолет, который пролетал прямо возле нас. Он упал в сейв зону, где его залутали бомжары. Но нам удалось договориться с ними, чтобы они отдали нам сишки, а пулеметы оставили себе. Два пулика? Два пулика сверта? Сишки? Мы вас отпустим за сишки и ракеты, чуваки. Потому что отсюда вы с сишками и пуликами не выйдете. О, спасибо. Все, остальное можно себе забрать. Пулик есть один еще. Не, оставь, оставь. Нам не нужно. Спасибо. Все кланы на этом сервере знали, где живут два самых обезбашенных игрока. И мы рассчитывали, что нас кто-нибудь придет рейдить в онлайне. Поэтому отстроили даже небольшую отстрелку, чтобы мы могли дефаться. А сейчас я покажу вам самую главную нашу цель. Ну, после того, как мы зарейдим остров. Помните тот клан, который им помогал? Который рейдил нашу кибитку? Так вот, мы знали, где они живут. И судя по силуэту, вы можете догадаться, что там стоит. Но когда наступит рассвет, вы поймете масштабы. Ммм, ну в целом, выглядит реалистично. Рейд их базы. Пойти всего раз слой, потом вот этот слой. По дверям пойти. И центровина, все. Да уж, все это кажется слишком просто. Если не брать во внимание огромное количество турелей, которое стоит за каждым из этих слоев. И то, что эти китайцы онлайнят 24 на 7. Блин. Мы с Илюхой даже нашли слабое место на их территории, где смогли поставить свой шкаф. Я поставил шкаф. Ты его не убил? Стой, 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 стой на месте. Подъезжай. И он ведет тебя. Лутай его шматки. Payback. Они были настолько безумны, что пытались меня выкулить из-под забора ракетами. Но мы, пожалуй, вернемся к острову. Скраб, который у нас был, я полностью потратил на изучение взрывчатки. Потом я появился в домике на острове и решил снова заглянуть в пещерку. Мне было интересно, застроили они ее или нет. И когда я увидел, что здесь стоит МВК-стенка, я подумал, что туда можно спрыгнуть с помощью ведра. И сейчас, скорее всего, для вас я сделаю небольшое открытие. Потому что меня это реально удивило. Надо отъесться полностью, у нас тут картоха есть. Тогда будет шанс встать. Стоп, а если я чайно, Макс, хп выпью? Я умру? Мне кажется, да. Вот это я не знаю, кстати. Ни разу так не проверял. Как вы поняли, я выпил чайно максимальное хп. То есть у меня было не 100, а 120. И мне было интересно, умру ли я, если я прыгну в ведро вниз или выживу. Ждем 100 хп, 120 хп. Юху! Чего? Это работает нафиг! Блин, тут все застроено. Ну, с этой стороны будет дешевле рейдить. Тащи, слышишь, сюда ракеты. О! Вот это мне нравится. О, там открыто все, я вижу. Все, Илья, прыгай, я тебя поднимаю в ведро. Нееет! Блин, нет! 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 Она оттасила меня. Ты куда, Илья? Тебе вниз надо, а не наверх, алло. Илья, нет! Нет! О, доставка ракет. Ой, блин. Деливери! Кажется, я зарейдил что-то пустое. А нафиг им тогда эта пещера нужна, я не пойму. Может, у них в шкафу что-то есть? Офигеть. Вот ради этого я рейдил, да. Короче говоря, пещера была пустая, но мы должны были убедиться, что они в ней ничего не хранят. И вот на этом острове у нас остается последняя цель. Домик того челика, чьи ракеты мы постоянно использовали. Давай просто бурить насквозь. Давай, давай. Там уже что-то посыпалось. Гандраб. Я надеюсь, ящики не пустые, потому что он говорил, что он задеспавнит. Возьми сишку одну, давай сишкой добьем. Куда? На гаражку. О, нифига тут угля. Кайф. Вот это? Да, просто вешай. О, шкафчик. Немножко серки. Немножко компонентов. Ну, слушай, ну нормально, нормально по компонентам. По всему остальному, конечно... Ну, очевидно было, что ракет у него не будет больше. Потому что они все были внутри. В тачке, парень, в багажнике забыл. Тут много угля. Островитяне по-прежнему пытались отбиваться, но у них ничего не получилось. Для нас сейчас самым главным ресурсом являлся уголь. Ведь у нас оставались еще одни противники, которые нас рейдили. Счастливо, ребята. Даже сами жители этого острова выражали нам респект. Потому что мы вдвоем противостояли всей их Араве. Ну, слушай, ты чувствуешь себя победителем? Да. Мы выселили все домики, которые были у них. Жалко, конечно, этих добряков. Но забегая немного вперед, хотел бы вам сказать, что история этого острова еще не закончена. А сейчас нас ждут новые дела. Вы не поверите, болотные соседи до сих пор не знали, что я тот самый таксист, который их убивал. И что Илюха был моим агентом. И спустя огромное количество времени мы принимаем решение осознаться им и посмотреть на их реакцию. Эллоу, хумайзер. Джумай сынба. Скажи перхоти. Крувык брыблык брыблы. Шумай сынба. Мы хотели тебе признаться. Мы тебя целых два дня скамели. Ты прости нас. Это мой агент был. Он внедрился к вам в команду, чтобы... Он, короче, карту мне иногда палил. А я иногда вас убивал. Ну, убивал до поры до времени, короче, пока он не сказал, что вы нормальные ребята. Потом он сказал, что вы как бы, ну, не особо опытные. Я понял, что не стоит вас убивать. Я таксист. Типа, вы мой дом вчера искали, там, рейдили, наверное. Жесть. Это такой поворот судьбы на самом деле. Да, пойдет. Интересно, интересно. Бокер снимать, Казик, я хочу запомнить твое лицо. Она так сильно отличается от других. Ну, получается, тебя, тебя за скамил мой агент. Ах ты ж. Разберись. Да, я-то думаю, о чем твой стим не скидил? Он так сливался, знаешь, типа, он там занят, он ушел. Вот это вот. Ну, понятно, что он тебя как-то кроет, но... Как добиться результата было? Ай! Ну, я разрешаю посвятить его в рыцаре. Иди сюда, на колено вставай. Да не, не. Давай, он готов. Еще, давай. На! Я теперь в этой курточке буду гонять только. Мне кажется, что тебя тоже за это надо мочкать. Блин, жесть я так мощнил меня, Кумарик. Я тебе МП-5 давал сначала, вот это вот, первые минуты. Я думаю, у меня кем-то ФК встал как раз-то. Ну и в итоге Махачкала началась. И я понимаю, что если мы тебя не выселим сегодня, то ты нас просто вынесешь в мунулину. Мы вынесли все вокруг, и тебя не было нигде. Ну, хоть какая-то, не знаю, жалость к нам. Да уж, признание было очень веселым. И, кстати говоря, все ресурсы, которые мы забирали, мы разделяли вместе с ними. Поэтому они были довольны. А впереди нас ждала долгая и очень увлекательная подготовка к рейду. Территория была просто гигантской. В этот момент мы даже и не представляли, как мы будем ее штурмовать. Но я точно знал одну вещь. Нам нужно было разбить турели. Кстати, помните тот шкафчик, который я у них поставил? Они его взорвали. Поэтому пришлось пристраиваться немножко подальше. Ну, отсюда видно пару турелей. Хотя бы пару турелей разбить, а там можно будет на территорию, да, запрыгнуть. Вы можете задать вполне очевидный вопрос. Почему я разбиваю турели не с помощью скоростных ракет, а с помощью пулемета? По моим подсчетам, на то, чтобы уничтожить одну турель с помощью патронов и пулемета, вышло бы всего лишь 250 пороха, а с скоростными ракетами 300. Так еще и не факт то, что скоростные ракеты будут по ним попадать. Короче говоря, было очень весело. Но по-другому никак. Нам нужно было зачистить хотя бы одну сторону. Одна турель минус. Они могут очень сильно верить в свою территорию, что, типа, не бояться, что двери открыты на крыше. Домой за патронами надо идти. Ты можешь тут на лэб сесть и сидеть, контриться. Взяв с собой лестницы, я возвращаюсь к этой территории, добивать остатки. План был зачистить всего лишь одну сторону, чтобы мы могли пробежать к дверям. Справа надо турели теперь. И мы, получается, одну сторону уже вскрыли. Все, эта сторона зачищена. Офигеть, у них по три стака патронов в турелях. Серьезно? Так, по дверям тут идти, конечно, будет. Пробив их одну линию обороны, нам остается скрафтить очень много скоростных ракет и добить остатки. Я понимал, что внутри за этой юбкой будет очень много турелей. На сервере была ночь, и клановые игроки все еще не шевелились. У нас было время, чтобы провернуть наши грязные делишки. Вот я вскрываю заветный проход. Но тут, оказывается, слишком много турелей, которые мне тоже надо разбить. Но в этот раз я буду пускать в дело скоростные ракеты. Почти попадаю. Да она под турелью пролетает. Это прикол, что ли, какой-то, или еще? Добро, добро. Илюха, заходи быстрее. Мы уже прорвали у них оборону. Да, я уже турели разбиваю у них внутри. Ой, а что себя не взорвало? Малт злых три турели. Да? Не, не, я уже много разбил. И, конечно же, все было не так радужно. Иногда я отписал таким образом. Но это было даже хорошо. Ведь зашел Илюха, и нам нужно было принести сюда очень много ракет. Теперь мы могли действовать. Времени нет, надо действовать. Иначе потом, потом они зарейдят нас. После такой наглости я бы точно нас зарейдил на эффект. Показывай, куда. Да, ввери просто, сюда, вам. Ты в металл этот бишь? Да, да, в дверь прям бахает. Как над нами турели разбивать, непонятно. Все, минус трэль. Хорош. Хорош. Здесь трехочковый. Я бы даже так не попал, наверное. Да уж, сказать честно, внутри домик у них выглядит слабоватым. Но чтобы дойти до центровины, нужно пройти три круга ада. Там видишь тип спид? Да. Да, да, да. Видишь бы там сверху турели и миллиард не было. Третий верстак там был. Да можешь гаражки уже бахать. Держи стремянки сразу. У меня есть. Так. Тут металл есть. Китаец, вот он, который бегал. Офигеть, тут топливо. Мы шкаф бахнули. У них шкаф был наверху. Ну где у них взрывка, вопрос. Металла просто миллиард. Слышишь? Впитывай, короче, и надо сваливать отсюда. С металлом. Бустани сюда наверх, я гляну. Может там есть ресы? Давай, давай, давай. Конечно есть. Тут шкаф. Наверху шкаф стоит. Что? Все, буст теперь. Тут есть сера, но ракет я не вижу. Где ракеты, я не пойму. Или у них нету ракет? Может ракеты снизу? Или сверху вообще в лотовой? Короче, мы принимаем решение пробурить полностью верхушку. В надежде найти там взрывчатку. Но по ощущениям, ее просто-напросто не было в этом доме. Есть ракеты еще? Нет. Последняя. Тут пулеметы есть. Надо, короче, потихоньку отсюда переносить все. Илья хватает основную порцию лута и отправляется домой за ракетами. А я остаюсь здесь и продолжаю контрить домик. По идее, ты можешь выброс. И что вы думаете? Заходят хозяева этой территории. Тихо. Он зашел. Ой. Ой. Да походу нет у них нафиг никаких ракет. И когда мы пробурили им полностью дом, мы поняли, что отстрелка у них полностью пустая. И никаких ракет мы точно здесь не найдем. Скорее всего, все ракеты они куда-то потратили. А может быть, им пришлось взорвать шкафчики, которые ставили другие игроки. Но нас это уже особо не волновало. Мы хватаем все ресурсы, которые у них были, и отправляемся в закат. И сейчас я был просто обязан показать вам количество ресурсов, которые было у до игроков в домике. И как вы, наверное, заметили, наш домик немного преобразился. Мы практически полностью улучшили его в МВК. Но это еще не конец ролика. Помните, я говорил, что мы еще вернемся к острову? Так вот. Я решил появиться в своем домике, который находился на островке. И там же я встречаю Рози. Извините, если мы уничтожили вашу вип, но это игрок, это история. Да. Как ты сказал. Скажи мне, как вы найдете ракеты? Ты первый человек. Мы пытались уничтожить вашу ТЦ. Мы смотрим на 2 гараж дурки. И я сказал моему другу, что мы уничтожили машину. И мы просто уничтожили машину, понимаешь? И я посмотрел на вашу машину и увидел 40 ракетов. Да, я знаю, я знаю. Я просто спасал их, потому что я обычно соло, просто как мои 2 братья играют с мной. Но обычно я ищущий. Но я не могу трейдить, потому что я играю на лаптопе и у меня 25 фпс. И поговорив с этим пареньком, я понял, что он хочет остаться и играть дальше на этом сервере. И тут я принимаю одно хорошее решение. Илюха, последнее задание. Я полностью забиваю черепашку Жо различными ресурсами, которые ему пригодятся. Помимо этого, впитывая в себя очень многое оружие, я отправляюсь к ним на остров. Илюха, последнее задание. Рози, я знаю, мы взяли твои ракеты вчера, но у нас есть подарок для тебя. Но это кешбэк для твоих ракетов. Это не проблема. Спасибо. Мой друг, у тебя больше ракеты в твоей машине? Нет, больше. Нет, больше. Нет, больше. Потом мы привезли ему еще немного подарков. О, мой Бог, что? О, мой Бог! Ха-ха-ха-ха. Смотрите, этот человек. Пожалуйста, мы somos потато-решители. Посмотрите. Ты любишь это? Это большая потато-к... И это была моя последняя задача и вылазка на этот остров. Я попросил его со мной попрощаться. Да уж, честно сказать, эта история была слишком долгой, но она останется в моей памяти надолго и надеюсь вам она понравится так же сильно, как понравилась мне. Кстати говоря, мы немного поговорили с Рози и он был бы не против со мной отыграть целый вайп и застроить еще один остров, но уже вместе. Но естественно, мы начнем этим заниматься, если вы наберете 200 тысяч лайков. Поэтому, все зависит от вас, дерзайте. И знаете, каким бы ни была токсична эта игра, оставайтесь добрыми и помогайте новичкам. И тогда мир станет еще чуточку лучше. А моему другу Илье и самому топовому агенту большой привет. Он тоже снимает видосики по Расту. Он будет очень рад, если мы с вами добьем ему 10 тысяч подписчиков. Быстрее! Помоги! Держи! Давай, давай, давай! Есть хилки? Нет! Давай! Минус! Там еще есть. Я минус, их очень много. Готов. Смотри! Что? 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 Можик, что это такое? Что это такое? Ха-ха-ха! Он сказал, бежим! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok